Представляем вашему вниманию новый воздушно-интегрированный компьютер i750T. В комплектацию входит сам компрессиметр, USB-интерфейс, опасная батарейка и о-ринг, пластичное крепление на руку, защитный экран, руководство по эксплуатации, в том числе на русском языке, карточка быстрый старт, памятка по безопасности и брошюра по приложению DiverLock. Примор оснащен информативным цветным дисплеем с диагональю 2 дюйма. Три кнопки управления для быстрого доступа ко всем функциям. Блинный ремешок позволяет без проблем надевать компьютер на толстую манжету сухого костюма. Вот батарейный отсек. Батарейку можно менять самостоятельно. А вот порт для включения интерфейса. Комотивируется прибор нажатием любой кнопки или контакта с водой. Отправляется приветственное сообщение, то есть переходит в режим диагностики системы. Проверяется заряд батареи, калибруется внешнее давление и прочее. После этого компьютер переключается на отображение основного меню. Здесь можно отрегулировать яркость экрана, если нажать и удерживать кнопку Advanced. Отправляется вот такая вот картинка и здесь можно яркость регулировать. Первым пунктом в основном меню идут личные данные. Их можно загрузить при помощи интерфейса. Дальше идет выбор режима, но мы вернемся к нему позже. Логбук, в котором хранятся данные о погружении, пусть сейчас он пуст. Затем идет меню настройки. Зайдя сюда мы видим автоматическое затемнение дисплея. Настройки даты, времени и настройки порта Bluetooth. Дальше в основном меню идет пункт истории погружений, но он тоже пустой пока. И последний пункт информация о компьютере, модель, серийный номер, версия расширки и дата последней калибровки. Возвращаемся в основное меню, в пункт выбор режима. Здесь есть режим Dive, измеритель и Free. Открываем режим Dive. И попадаем на экран режим Dive на поверхности. Что мы здесь видим? Поверхностный интервал. Номер погружения. Время погружения. Используемая смесь, по умолчанию установлен воздух. Давление в баллоне, в данном случае трансмиттер не подключен. И уровень заряда батареи. На дополнительном экране отображается текущее время, температура, дата и высотный уровень. Есть еще два дополнительных экрана, но они активны только после совершенного погружения. Нажатием кнопки Mode мы входим в меню настройки параметров погружения. Здесь есть планировщик погружения. Далее, параметры дыхательной смеси. Можно установить три смеси с содержанием кислорода до 100%. Меню трансмиттера. Можно подключать до трех трансмиттеров. И сейчас мы как раз сразу один из них установим. Для этого можно ввести серийный номер. Так, ноль, 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 два, два, восемь. Пока выплечим. Дальше установка сигналов. Здесь есть уведомление о глубине, о времени погружения, обровненное насыщение азотом, о промежуточном давлении, о минимальном давлении в баллоне и так далее. И последний пункт – дополнительные параметры, такие как тип водной среды, длиница измерения, глубокие остановки, остановки безопасности, фактор консервативности и частота сохранения данных. Ай-750T оснащен также компасом. Для его активации нажимаем и удерживаем кнопку Select. В разделе меню компаса мы видим калибровку и установку магнитного склонения. Нажатием кнопки Advanced мы можем задать курс. Ну и в заключении попробуем подключить трансмиттер. Мы уже установили его на регулятор баллон. В меню активируем поиск трансмиттера. Вот он ищет его. Нашел. Показывает 140 бар, батареи трансмиттера в порядке. И вот так это выглядит на основном экране. В следующий раз мы покажем вам испытания прибора под водой. В следующий раз мы покажем вам испытания прибора под водой. Продолжение следует...